Память Samsung это очень... Ух ты, капец, ни хрена себе. Эти карты раньше были на Samsung, теперь вы знаете, что они будут быть из Unix. Испугалась майнеров. Или по-другому. Она хочет свои издержки на гарантийное обслуживание сократить. А карты на Unix и на Micronik ушают больше, чем на Samsung. Кризис может случиться внезапно. Добро вам здравия, добро вам крови. Сегодня про маник ферму из четырех видеокарт Asus RTX 2060 Dual Evo. Про болт питания Corsair без кабелей в комплекте. Так, ну а теперь про ферму и про видеокарты. Видеокарты Asus Dual RTX 2060 Evo. Память на них идет Samsung. Память Samsung это очень... Ух ты, капец, ни хрена себе. А я думал, чего? Одна карта из них. Вот она. Включи из четырех карты. Одна имеет хешрейт пониже. Я не мог понять, с чем проблема. Был уверен, что они на Samsung все. Ни хрена. Сейчас гляну. Так, ладно, здесь у нас Unix. А дальше сейчас пауза. Ну да, все верно. Остальные карты идут на Samsung. Наверное, на Unix это вот эта карта. Одна из карт отличалась упаковкой. На ней даже вот эту наклеечку не снял. А на этих она снята, потому что она закрывала порты вентиляции. Здесь же наклеечка измененная. Капец, а я думал, чего? Риг сыпется. Почему одна из карт сыпется? Ладно. Частоту по памяти уже до 1000 довел. Обычно Samsung 1200 держит смело. Хорошо, ладно. По памяти эти карты раньше были на Samsung. Теперь вы знаете, что они будут быть и с Unix. Я про Unix и не загадывал. Ладно, благо я клиенту ничего не обещал. Клиент вообще изначально хотел собрать Риг на картах 1660 Super. Я ему пытался объяснить, что сейчас стоимость карт вот этих и этих. Она одинаковая. И достоинство 2060. Это возможность копать кроме эфира. Монеты более интересные. А на что 1660 Super уже не способна будет. Так, ладно. С Unix интересный момент. Теперь понятно, почему Риг валился. Сейчас по памяти стоит. Нет, 1050 поставил. Unix 1050 держит. Отлично. X2060. Карты сами по себе отменные. Гарантия на них идет от Asus. 3 года. Да, Asus пытается эту информацию скрыть. Что вы можете обслуживаться напрямую у Asus. На сайте Asus гарантийные условия будут закрывать все на продавце. Когда вы позвоните в сервис Asus, вас пошлют к продавцу. Ну, по сути, есть уже возможность обращаться непосредственно в сервис Asus. Здесь главное с мошенниками не напороться. И вместо сервиса Asus не найти мошенников. Так, что у нас. По этим картам их настраивать сложнее, нежели чем 1660 Super. 1660 Super. Просто Power Limit'ом давим. Соответственно, сколько там 65, 70, 75. На 70, как правило, идет. То в случае с 2060 надо использовать уже DownVolting. Так, о хронологии могу потерять обещание. Вернусь к карте с Unix. Почему я не видел, что память с Unix? Ну, потому что фактическая слепота. То есть я был уверен, что она на Samsung. Я ее, как Samsung, и пытался тестировать, отрабатывать. Они всегда были на Samsung. Ну, до последних пор. То есть одна из карт имела потребление больше. По попытке понять, в чем проблема, поменял Ryzer. Это не свойственно для карт Samsung, такое потребление. Теперь все стало на свои места. А карты на Unix и на Micronik ушают больше, чем на Samsung. Вот такая хрень. Непонятная, вроде памяти-память. Ну, вот так. Смотрите. Эта карта у нас на Samsung. Это у нас на Unix. Разница в потреблении скачет. Где-то 15 Вт в среднем. Сейчас вот именно такая разница. Что? В принципе, все. Теперь стало все на свои места. Я пытался Ryzer менять. Здесь кабеля у нас не обжаты. Именно после замены Ryzer я не стал упаковывать. Вроде бардак. Да нет. Что? Теперь опасаться надо карты 2060 Asus. Жду Еву на Unix и идентифицировать их как. Ну, по крайней мере, визуально. Вот так. Вот эта наклейка. Она у нас с дырками, с перфорацией. На Samsung же из поставки старой. Здесь все заклеено было. Сейчас покажу. Вот так наклеечка выглядела на картах Samsung. Сплошная, поэтому ее снять пришлось. Здесь же у нас порезная. Вроде мелочь, но из мелочи будем складывать. Так, по Ригу после перезапуска манеры. 1 час 50 уже гуляет. Что у нас по шарам? Сколько потерянных? Где у нас циферка? Сейчас найдем. Так, пока не вижу. А, вот она. 200 и 2 потерянные. 2 потерянные это у нас на карту с Unix умножаться. Ну, сколько? Вот он 208 и 2. Так, на ней еще пришлось поднять напряжение дополнительное. По потреблению питания. 89, 89, 102, 87. Для даунвольтинга используется Курва. MCI Eftomurner. Это наше все. Николайчук. Форелл. 750 милливольт. На карте стоят. Ладно. На хьюнинг сейчас стоит 770. Время уже смотреть нету. Так, что у нас? 2060. Майнинг ферма. Кому-то карта покажется страшно старыми. О, одна потерянная шара. И догадайтесь, какая карта ее потеряла. Но с попытки номер 1 это будет легко сделать. А ни хрена все. Это просто. Карта джеку третья шара потеряла. А на хьюнинге у нас под номером джекул 2 идет. То есть это у нас сам сам самовынская карта потела одну шару. Ладно. Что-то у меня уже как-то и снимать видео расхотелось. Надо настраивать. скорбой возиться что будем закругляться время разбираться с третьей карты на самсунге по которой шли потерянные шары не было утро вечером мудренее это утро или день посмотреть тестовый майнинг 14 часов на виртуальный кошелек все копается но не на мой же что мы видим то и то что у нас по третьей карте 14 шар потеряно по всем остальным картам все в норме как выяснить какая из них третья карта здесь не написано какие порты во все автобурнеры то же самое идут карты порядка 1 2 3 4 какая из них третья это очень наивно думать что они по порядку 1 2 3 4 нет они идут по хз рандом выяснить можно просто синхронизацию настроек убрать и по вентиляторам ползунками двигая и выяснять какая из карт будет связана третья та карта которая вентилятору когда днем до 3 будет играться тогда и будет третья убирайте синхронизацию и по вентиляторам карта за карту начинаете двигать одну за другой когда днем до 3 вы его найдете про блок питания корсар без кабелей в комплекте блок питания корсар рм850x есть еще модель помладше рм850 у них у обоих 80 плюс год и 10 лет гарантия но и рам850 без икса имеет упрощенную схемотехнику будьте аккуратнее не ведитесь на стоимость x и ставлю сборку обычная только продаю ну да а чего таком р кобеля это частный случай но и сейчас можно составить общее поэтому здесь пытайтесь думать и наматывать на ус кобеля в чем суть получил блок питания со склада поставщика распаковал подключаю кабеля и на тебе одной косы на два порта 8x нет вместо нее идет дополнительный кабель на цепу 8 пин то есть они в комплект блока питания положили вместо двух кабелей цепу 8 пин 2 3 кабеля то есть по количеству кос все совпало все как положено по инструкции только одну курсу двух портовый 8 пин 50 express поменяли 1 касса будет нас по 8 пин да к ней есть переходник но как-то объяснить клиенту да я не буду объяснять я свою косу что было в резерве использовал так но это такой нюанс а то есть могли перепутать и еще лучше еще веселее вроде мелочи но из мелочи составляется общее деталях находится дьявол деталях находится очень многие вещи при получении можно распаковать проверить фиксирую блок питания сверху прочный кликали интерекс он монтирую видео перед публикацией перепроверил комплектацию блоков питания корсар и немножко прифигел корсар изменил комплектацию для блоков питания серии rm и rmx вырывать 50x куча лет подряд шло 3 косы двойных 3 умножаем на 2 это 6 6 разъемов пися экспресс и идут две косы на каждый по восьмерке процессорный не 3 3 это как это абсурдно для того чтобы указу в космос подготовить наверное 2 и 6 пися экспресс по rm все то же самое две процессорных косы и 3 косы двумя разъемами под видеокарты бюджетных блоках питания tx изначально шли спешно две косы но вот они два на 24 и одна процессорная здесь никто ничего не изобретает это был питание ниже классом а вот с этими блоками чё-то варит корсар да она испугалась майнеров или по-другому она хочет свои издержки на гарантийное обслуживание сократить да она косу убирает я распродал все оригинальные косы корсар их них харитона нету как выйти из положения да очень просто комплект на 3 косе епися 12 вольт цепо предлагаю вам докупить кабель переходник с одного цепо на два разъема пися экспресс 6 плюс 2 до переходники есть с разным качеством исполнения здесь главное не перепутать в принципе по замку уже не войдет не перепутать три желтенькие 1 черненькая и вот тут четыре желтенькие вроде похожие переходники да ну вот это наш разветлитель а вот это идет разветлитель одного 8-пинного пися экспресс на 2 они продажи популярны они всюду есть а вот этот переходник он чуть более редкий время на больше демогогию отсутствует корсар комплектацию блоков питания изменил моя убежденность подкрепленные в своим потребительским опытом заставляла гузите наезжать на корсар кабель не доложили суки в принципе дайте суки кабель не доложили только я не ожидал что все так грубое оказывается будет для всех корсар всех хочет иметь но всех кто нагружает блоки питания больше чем хотелось бы корсаром нагружаю блок питания увеличивается ресурс вентиляторы и так далее до фото гарантия у косар с этим очень хорошая гарантия и рамы это возврат у них мировая гарантия на работает все сказанное выше в принципе и неверно и верно в корне кабеля не то что не было в комплекте он был только коса то у нас теперь цепушная основная для блоков питания корсар проверяйте комплектацию если вы сейчас откроете те же самые картинки поэтому блок питания в интернете и вы найдете чаще комплектацию старой именно вот эту на сайте у нас уже информация обновленная и проверяйте всегда смотрите с кабелями зажимают зажимает что меньше подключать чуть меньше нагружать чтобы меньше дохло чтобы больше зарабатывать бизнес это деньги это нормальное явление я тоже зарабатываю так на завершение пару слов лирики учение всемирно-кономическую форму киберполигон 2021 закончились они начались в июне там отрабатывался сценарий что инет бац капец рубанул он давать рубаним он это у нас соответственно его рубанулы и одновременно у всех безналичные деньги закончились но потому что виза мастер-карту вас только работает интернет операционный центр как работают цепочки поставок у поставщиков сразу же все закончились все закончилось и постепенно жизнь становится сложна именно вот это и отрабатывалось обучение киберполигон 2021 у нас красненько пошло и вот эта красненькая будет постепенно наращиваться как снежный ком снежный ком снежный ком это обучение все было в учебе это официальное учение сайт есть полигон 2021 зайдите посмотрите это мне не кажется вам не кажется так а и что вот этого красненького будет всюду повсеместно увеличиваться капец все станет сложно цепочки поставок разорваны продовольственные продукты в магазинах заканчиваться начнут недели две-три вопрос когда начнутся сложности когда будет голод когда начнутся беспорядки но это тоже все разыгрывается в учениях это всего лишь учения они закончились а но этот же всемир экономический форум проводил учение пандемии в девятнадцатом году и она чисто случайно все по совводению случайно исполнилось и теперь вы капец можете принять решение это шутка или это реальности какая вероятность что по небу летит крокодил 50 процентов крокодил или летит или не летит то же самое с этими учениями они могут исполниться да и да и нет а и только вы решение примете все у нас все красненькое киберполигон 2021 закончился я посоветую сделать на всякий случай запас ну водички еды там на месяц надолго играть с населением планеты не будут это не про страну это про планету речь идет месяц перекантуемся и хорошо это будет в конце декабря возможны даты исполнения этого плана сценария учения киберполигон 2021 все хрень понес комментарии по этому поводу буду удалять и банить пользователей ваше мнение мне абсолютно второстепенно вам насрать мне насрать хотя все в туалет мы ходим я просто свое мнение обозначил если есть дети подумайте о них обезвоживание детского организма это всего лишь сутки но взрослый трое дней без суток проживет мосводоканал имеет очень большой объем бизнес-процессов по управлению которые интегрированы в интернет но свое время прям ядерную электростанцию в иране ебанули потому что процессы управления которые были в интернете которые были отделены полностью все от интернета они вдруг оказались соприкосновением с не внедрены с интернетом и шо ж так он че случайно ебанули ебанули ядерная электростанция это у нас это иран а в россии все надежно грех нам об этом говорил послушайте греха сегодня мы собрались онлайн чтобы обсудить одну из самых насущных тем после пандемии вопрос кибобезопасности цифровизация ускоряется и за последние несколько месяцев даже самые консервативные отрасли экономики были вынуждены перевести множество процессов онлайн условиях просто кибер преступной активности этот тренд влечет за собой беспрецедентные кибер риски для всего глобального сообщества пандемия показала нам что кризис может случиться внезапно